алю здравствуйте понимая вы заинтересованы в дополнительном заработке на финансовым да да я вот сейчас активно этим хочу заниматься активно хотите заниматься опыт данной сфере есть вот начнусь скоро знаете с какой компании газпром это компания которая да у их не акции можно купить долгосрочно что-то вложить газпром инвестиции компания газпром инвестиции наверно буду работать вот мне звонили сказали будет аналитик смотрите я понял вас я понял а что за газпром инвестиции проверяли там документы что-то еще какие суммы обсуждали если не секрет ну я хочу с больших сумм начать работать а большие суммы траки для вас большие суммы для меня большие больше миллиона больше миллиона до вас интересно интересно газпром инвестиции больше имел миллиона аналитик смотрите мы вообще работаем более 8 лет но что хотел бы вам сказать так как вы неопытный новичок может быть надо было начать с каких-то более меньшую сумму протестировать аналитику возможно в нескольких компании проверить там аналитику и там аналитик работали чтобы деньги работали я же вам уже рассказывал правильно я правильно грязани при рязанской области дом и вот хотел в банк и вот всплыло мне объявление что можно если в банке метам четыре с половиной процента годовых это мало очень там будем зарабатывать много что хочу сказать что хочу сказать вот у нас тоже компания предоставляет личного эксперта аналитика вот но сейчас вот выходит очень волатильная новость про них что-то вот рассказывали я сразу сказал я в этом не разбираюсь вот как аналитик будет он мне будет все говорить я буду делать ну так у нас так же само у нас так же самое это все работает мы обучаем да да мы обучаем даем готовые сигналы вместе с вами открываем сделки вы зарабатываете деньги мы зарабатываем свои комиссии ну да и у них так же так что я уже в другой компании работаю как бы они хотите минимизировать риски и вдруг начали чтобы понимаете там аналитик тут аналитик там где больше сигналы лучше будут срабатывать у меня больше денег нет я пообещал инвестировать смотрите вы можете протестировать нашу аналитику с минимального типа счетов 500 долларов это же как бы немного правильно 500 долларов ну а мне нужно много так правильно вы попробуйте попробуйте заработать на нефть и посмотрите что к чему сейчас на нефть и вот на нефть и завтра выйдет область очень послезала завтра будет сделки открываться вы на нефть и можете заработать от 500 до 700 долларов с минимального типа счета с этих 500 понимаете вам то есть сто процентов смотрите там есть минимизация рисков то есть если что-то вдруг не пойдет мы сейчас наша компания страхует депозиты наших партнеров которые к нам приходят на сумму депозита то есть если вдруг сделка не сработает вот компания компенсирует вам по стоп-лоссу там 15 долларов допустим которые вы потеряете потеряете если вдруг до лучшем случае вы вернете назад просто свои 500 долларов жан а на какой нефти будем зарабатывать российской а дабл ю ти ай очень волатильная американская марка нефти дабл ю ти ай будет выходить заседание опек это заседание которое а знаете вот все страны мира которые потери нефти вот они добывают они будут принимать решение наращивать производство нефти либо сокращать вот если они будут сокращать то есть подорожает и мы с вами заработаем купили дешевле продали дороже разницу заработать а если она будет они будут наращивать производство то не в таком случае будет дешеветь мы с вами в любом случае заработаем в таком случае на подешевение мы то что у нас есть продадим дороже потом это закупим дешевле, разницу заработаем, Жан. То есть WTI это американская нефть? Марка американская сланцевая нефть добывается в штате Техас. А каким боком она относится к ОПЕКу? Ну, понятно. Это же, смотрите, ОПЕК есть и ОПЕК плюс заседание. Америка участвует в ОПЕКе. Но смотрите, что тут важно. Что тут важно? Это же нефть. Если, допустим, ОПЕК плюс сократит производство, то недостача нефти в общем плане будет меньше, правильно, нефти. Вырастет спрос. Нет, американцы входят в ОПЕК? В ОПЕК, но не в ОПЕК плюс. Есть ОПЕК, но ОПЕК плюс. А что такое вообще ОПЕК? Это организация вот этих вот... Вы вообще, получается, вообще зарабатывали на этом когда-нибудь? Нет, я просто хорошо учился в школе, географию знаю. А, географию знаю. Я понял. Короче, ОПЕК – это страны-экспортеры нефти. Вот, правильно, да. Ну, какие туда входят? А есть еще ОПЕК плюс. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла, Нигерия, Ливия. Ну, короче, все не упомню, но Соединенных Штатов Америки там нету. А поверьте еще ОПЕК плюс. А ОПЕК плюс кто входит? Россия туда даже входит. А Америка. Можете посмотреть. А вы понимаете, то, что какая разница, входит ли Америка в ОПЕК? Так, а почему должна быть вырасти сланцевая нефть? Я вот не пойму. Ну, смотрите, все нам объясняем. Логично. А рассуждайте. Сейчас с коронавируса выходит весь мир, правильно? Потихонечку. Авиаперелеты наращиваются, в Китае производство наращивается, практически все заводы запускаются. Вот. В Китае своей нефти нет. Они упакивают в Америке, допустим, в Иране еще разных там странах, да? Вот. Если сокращаться будут запасы мировой нефти, соответственно, нефть будет дорожать. А почему они должны сократиться? Ну, тут они будут уже решать это. Смотрите, давайте так. Давайте так с вами разберемся. А вы мне расскажите. Вы вообще зарабатывать хотите? Я хочу понять. Вот, ну, просто так это интересная тема стала. Вроде бы так интересно начали, но я ничего не понял. А давайте с вами зайдем на торговую платформу и я вам покажу по графику, как, что, на что влияет. В прошлый раз заседание, опять, оно проходит два раза в год именно по решению. Есть месячное, вот, а есть именно решают, сокращать или наращивать. Два раза в год. В прошлый раз движение было на WTI 7 долларов. После выхода новости. Ну, а сейчас какое у него движение на WTI? На данный момент идет коррекция. За сегодня подешевела на 1 доллар 30, 70 центов. На 1 доллар 70 центов. Сколько сейчас составляет цена этой нервы? Цена, смотрите, там оно сейчас торгиши идут, естественно. 72,50, 73 торгуется за 1 баррель. За 1 баррель. Это, смотрите, каким образом мы с 500 долларов заработаем 500 долларов? А, смотрите, это маржинальная торговля. Вам есть, у вас есть рычаг от компании. Называется кредитное плечо. То есть, ваша сделка увеличивается в 10 раз. И таким образом получается такой же... Ваши сделки Нет, ваша сделка увеличивается в 200 раз. За счет чего? То есть, за счет маржинальной торговли кредитного плеча. Это что значит? Давайте по порядку. Ну, смотрите, чтобы вам это все объяснить, мне надо вам показать торговую платформу. Да я пойму, вы мне рассказывайте. Вы вообще без них что-нибудь не можете без этих торговых платформ? Смотрите, а мне интересно, вы сейчас со мной через какой прибор общаетесь? С телефона. С телефона? Просто у вас голос странный. Обычный голос. Алло. Да, алло. Да, да. Смотрите, я могу у вас, если вам интересно, записать вас на тренинг по торговой платформе. Вот. По времени, так как я ограничен, вы должны понимать это, правильно? Вы как-то это, у вас все очень непонятно. Ну, так чтобы я вам это все больше объяснил, мы с чего начали? Вообще, что на нефти можно заработать? Можно, пожалуйста, да. Это как будет выглядеть? Как это вообще? Фундаментальный анализ, правильно? Какая новость... ОПЕК. Или ОПЕК Плюс. Вы даже не знали, что такое ОПЕК, и не знали, какие страны в нее входят. Но вы готовы... Понимаете, вы мне говорите... ОПЕК, вы мне говорите... Вы мне говорите... Вы мне говорите... да. Вы мне говорите, что вы неопытный и ни в чем не разбираетесь. Я знаю географию. Хорошо, я с вами согласен, что вы знаете географию. А при чем-то по этой географии? Политическая география вас научили страны экспортера нефти. Вот. Вот. Вот если бы... Блин, вызывали к доске, вот как Петечка. Пожалуйста, выйди в доске. Смотрите, я с вами сейчас об этом разговаривать не буду. Если вы хотите зарабатывать, я вам покажу торговую платформу, покажу, как это работает. Вот. А если вы хотите просто поинтересоваться в плане обучения, могу вас записать на вебинар. На вебинар по чем? По трейдингу? По географии? Не, мы не географию учим, мы трейдинг учим. А, понятно. Ну, мне кажется, надо в чем-то разбираться. Чему вы можете научить, если вы, грубо говоря, тупой, без обид? Как зовут тебя? Иван? Мы на вы. Ну, пусть будет Иван. Ну, я честно скажу, без обид не обижайся. Просто кто-то изменяет номер по телефону, да, и звонит, записывает, а потом троллит в интернете, я так понимаю. Так не обижайся, ну, ты реально туповатый для трейдера, без обид. Да и для машинников ты тоже туповатый. Я понял. Хорошо, полностью согласен. А по поводу мошенников можно сначала наши документы проверять, а потом уже какие наши сертификаты. Срокарты. Разные сертификаты есть. HNBC, банк, мы сотрудничаем. Какого-то у нас с начала работы должно было вообще быть? Как оно выглядело? С документом. С документом. С документом. Но с напечатанных руками, с подписями, со всеми печатами. Которые вы не пришли отсюда, да? Нет, я показывать могу их на официальном сайте. А как вообще? Так, короче, я понял то, что разговор ни о чем не зайдет у нас, да? Ну, просто... И записать на YouTube меня тоже не надо. Спасибо большое. как бы тяжело общаться. Все, до свидания. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok